Главной сенсацией этих Айо и Кокос стало третье место Рубио. То есть то, что он займет третье место, это не было никакой сенсации, это было понятно. Но из всех кандидатов он, насколько мне известно, продемонстрировал наибольший рост в самую последнюю неделю. То есть его позиции в Айове резко увеличились, и это произошло очень быстро. Именно в последнюю неделю среди тех людей, которые только в последнюю неделю решили, за кого они будут голосовать, именно позиции Марка Рубио резко увеличились. Фактически он собрал столько же голосов этих самых делегатов, сколько и Трампа. Мне кажется, это довольно важный результат вчерашнего дня, потому что вот такой третий кандидат может иметь некоторое преимущество. И вообще он может изменить ситуацию, к сожалению, не в лучшую для Трампа сторону. Во-первых, понятно, что произошел раскол между умеренными и консерваторами. Причем в том случае, если, мне кажется, умеренные начинают быть недовольны Трампом, умеренные республиканцы, скорее всего они предпочтут Рубио. И если консерваторы будут недовольны Крузом, скорее всего они тоже предпочтут Рубио. Далее, если Рубио все-таки не наберет в течение февраля и в течение супер вторника большого количества голосов, ну там 15 марта Флорида, его родной штат, так сказать, он, если он снимает, допустим, вот так себе представим, что он снимает свою кандидатуру, вот можно ли себе это представить, но думаю можно, по всей видимости, электорат Рубио уйдет к Рузу, а вряд ли уйдет к Трампу. У меня так представляется. При этом мы часто слышали от представителей консервативного крыла республиканской партии, что главная задача остановить Трампа. По-моему, это сказал губернатор Висконсина Скотт Уокер, если не ошибаюсь, когда уходил из гонки, что вот неважно кто, кто-ка не Трамп, в этом ситуации, мне кажется, разумеется, у Трампа ситуация такая становится шаткой, потому что вот этот третий кандидат будет определять ситуацию, если, естественно, его лидерство само, если он не поменяет свою позицию, и в результате февраля и супер вторника не займет второе место. Вот поэтому, к сожалению, кое-что все-таки произошло, и произошло неблагоприятную для Трампа сторону. Для него надо очень сильно продемонстрировать свое лидерство, мне кажется, в Нью-Хемпшире и вообще в течение вот этого ближайшего цикла, чтобы показать, что если электорат республиканской партии не получит его, что он настолько вот его принимает и настолько его любит, то он вообще не придет на выборы. Насколько я понимаю, в этом состоит его избирательная стратегия. То есть если вот не Трамп, тогда вообще никто. Тогда лучше вообще не идти на выборы, чем голосовать за кого-то еще, кого представляет республиканская партия. Ну и, разумеется, очень многое зависит от Нью-Хемпшир, потому что сторонники Рубио, а это в первую очередь неоконсервативная пресса, сейчас празднует победу и говорит, что у Рубио появился как бы ветер дует в его спину, что вот молодежь за него, за него неопределившийся избиратель, за него колеблющийся избиратель. Он забирает вот эти вот группы людей, которые еще до последнего момента не определили, за кого они будут голосовать. Если, значит, в Нью-Хемпшире он покажет хороший результат, ну, в общем, это, конечно, большой, так сказать, вызов. Я надеюсь, что лидерство Трампа все-таки, вот некоторая такая влюбленность электората в Трампа, она все-таки свидетельствует о том, что он сохранит вот это свое преимущество, хотя, безусловно, проблема возникает. Разумеется, если перевести это в плоскость российско-американских отношений, то я, так сказать, очень опасаюсь появления Рубио в качестве, вот уж точно в качестве не раненмейта, а вот в качестве фигуры самостоятельной. За ним стоит, конечно, крайне агрессивная крыло республиканской партии, вот так называемые неоконсерваторы. Его заявление, безусловно, свидетельствует о том, что, в общем, политика при нем будет наиболее жесткой, по крайней мере, по ближневосточной теме, но и по украинской теме тоже. Вот, и мне представляется, что, разумеется, любой из двух этих кандидатов, и Круз, и Трамп, все-таки более благоприятен для России. Вот, что касается демократической партии, здесь действительно неожиданный успех Сандерса, неожиданное политическое, так сказать, пробуждение социализма, но здесь, мне кажется, все-таки вот эта левая волна в Америке, может быть, я ошибаюсь, но, так сказать, мне кажется, она недостаточна для того, чтобы вот как бы проявить, провести своего кандидата, особенно после Обамы. Спасибо. 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 Спасибо.